Благо есть, исповедуйтесь Господи, и пейте имени Твоему Вышней. Возвещайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струнам псалтиры с песною ушлих, яко возвеселивны си Господи в творении Твоем, и в деле руку Твоей возрождаюся. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами снова продолжаем изучать псалтырь, и сегодня будем с вами говорить о 83-м псалме. 83-й псалом, как и прочие псалмы, имеет преднаписание. В конец оточили их сыном Кореевым, псалом 83. Псалом написан псалмопевцем Давидом, но так как мы с вами говорили, что он давал их исполнять и сынам Кореевым, поэтому имеется и такое преднаписание. Что же значит о точилях? Мы тоже с вами говорили в предыдущих псалмах, о том, что значение точилы имеет, и точилами именуется церкви, которую Господь устроил здесь, на земле, и в которых происходит спасение всех верных нашему Господу. Конечно, этот псалом говорит и о тех стремлениях, и о тех испытаниях, с которыми верующий во Христа встречается на своем пути. И не случайно, когда мы говорим о христологичности в псалтыре, то здесь нет ничего удивительного, потому что псалмопевец Давид – это не просто тот, который был царем и который составил замечательные псалмы, но он является царем-пророком. И каждый его псалом – это некое пророчество о временах, как ветхозаветных, так и о временах новозаветных, как о том времени, когда люди ждали пришествия Христова, так и о том времени, когда Господь пришел и устроил, или стяжал, как мы говорим, церковь свою, кровью своею честную. «Коль возлюблено селение Твоя, Господи, сил». Конечно, здесь псалмопевец Давид называет возлюбленными селениями именно храма Божия, куда стремится душа человеческая. Мы можем говорить о великом значении церкви в воспитательной части, как и место в том, где совершается таинство, как о том месте, где человек имеет особое общение с Богом, как о том месте, которое является особым местом пребывания Господа. И, конечно, к этому месту всегда стремится душа человека. Есть трудности, есть необходимости, и мы на таких первых, наверное, этапах своей духовной жизни идем в храм ради того, чтобы Господь исполнил какое-то наше прошение. Но когда человек имеет особую любовь к Богу, когда он живет этой любовью, то он стремится, конечно же, встретиться с Господом, пообщаться. И это ему приносит внутреннее удовлетворение и некую сладость душевную, конечно. Это приносит ему внутреннее наполнение. И он, конечно же, вдохновляется этим, и эти чувства он постоянно хочет испытывать. Как человек, который любит другого человека, он всегда стремится найти возможность пообщаться с ним. Это общение его вдохновляет, это общение поднимает ему настроение, это общение дает ему радость и стимул жизни. Так и человек, который любит Господа, он и любит то место, где особо Господь пребывает. Он идет в храм, чтобы пообщаться с Богом, чтобы наполнить себя духовно. И поэтому он любит эти селения и стремится. И только здесь он в полноте обретает Бога. И об этом говорится уже и в Новом Завете, когда Господь тоже к такому человеку особо имеет благоволение. И является ему это и случай о том, как Господь исцелил скорченную женщину в синагоге, которая просто пришла в храм не для того, чтобы исцелиться или получить какую-то помощь, она пришла к Господу, чтобы пообщаться с ним, чтобы услышать Слово Божие и наполнить свою душу внутренней радостью, которая дарит Священное Писание и рассуждение о Священном Писании. Это, конечно, удивительное чувство и у многих верующих людей, которые приходят в храм просто пообщаться с Господом, просто исполниться тех особых чувств, и исполниться той великой радости, которую дает Церковь Христовая. Мы в своей жизни многих видим людей, которые, казалось бы, могли бы найти радости огромные в этой жизни, через какие-то земные предметы, которые они имеют, через те развлечения, которые очень много в современном мире. Эти развлечения на разный вкус, на разный возраст, но все равно человек стремится к Богу. И мы видим своих бабушек, престарелых людей, тех людей, которые, казалось бы, немощные, и их немощь, она требует некого покоя домашней обстановки. Их немощь, она требует и того утешения, которое им может предложить современная жизнь в домашних условиях. Но, невзирая на все, они все оставляют, преодолевая какие-то физические немощи, преодолевая расстояние, будучи, живя в городской или в деревенской местности, они идут в храм, потому что то, что они получают в храме от Господа, от общения с Господом, они нигде не могут получить. И здесь они получают утешение. И вот это именно чувство и выражает псалмописца, как этими словами, так и дальнейшими словами. «Желает и сканчивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть мое, возрадово стався обозе живи». «Желает и сканчивается», то есть «желает душа моя», она истощается без этого общения, она приходит в некое недомогание, она действительно становится непригодной для жизни, потому что только там получает живительные соки, только в храме Божьем дается та благодать, которая оскудевается в повседневной жизни, которая восполняется в храме Божьем. И не только душа во дворах Божьих, то есть в Церкви Христовой, исполняется вот этой великой благодати, но и сердце, и плоть мое, возрадово стався обозе живи». Потому что сердце вдохновляется, оно наполняется великой радостью, когда посещает храм Господень, и когда человек общается с Господом. Плоть тоже обновляется, она становится совершенно другой, она исполняется сил, хотя мы знаем, что церковная служба, она требует растраты физических сил, но при этом немощь от тебя отступает, и ты, наоборот, себя чувствуешь наполненным. Это бывает очень часто для понимания очень простого и в нашей жизни, когда человек один находится или в постоянной какой-то повседневной обстановке, он постоянно немощствует, он как бы обращает внимание на свою немощь, на свою боль, и его плоть становится немощной, его плоть постоянно досаждает ему. А когда к нему приходит какой-то человек, которого он очень любит, ждал, у него появляется вдохновение, его сердце исполняется, немощь отступает, и он абсолютно себя не чувствует немощным человеком, он начинает прыгать, скакать, стол накрывать, заботиться, и в этих заботах от него отступает немощь. Действительно, человек, который общается с Богом, Господь ему дает такое внутреннее вдохновение, дает такую благодать, что и сердце его, и душа, и вся плоть его, она буквально обновляется, и от человека отступает немощь, он получает вдохновение. Блаженние, живущие в дому твоем, веки веков восхвалят тебя. Действительно, блажен тот человек, который живет с Господом, он совершенно другой. И об этом блаженстве Господь говорит в заповедях блаженства. То есть человек получает совершенно новое, иное, и он никогда это блаженство не закончится, он будет благодарить за то, что он получает Господа, и радоваться тому, что Господь дает. Поэтому многие люди не отходят от храма Божьего, и только действительно человек, который имеет попечение о семье, ему приходится возвращаться в дом свой и продолжать нести свой жизненный крест. А вот тот человек, который не имеет земного попечения, как монашествующие, они не отходят от храма Божьего, они не уходят из монастыря, потому что они здесь непрестанно имеют общение с Богом, и у них уже есть внутренняя необходимость, потому что они испытали те высокие чувства общения с Богом, ту радость, ту благодать, которую Господь дает в этом общении, и они уже не хотят отходить от Господа, они пребывают в таком состоянии, что желают веки веков восхвалять Господа, как говорит об этом псалмопевец Давид. И об этом также говорит нам и человеческий опыт, и священное описание, что люди, которые отпускают их житейское попечение и заботы, они просто начинают ежедневно ходить в храм Божий, а другие вообще поселяются при храме. И в моей жизни были случаи, когда люди, воспитавшие своих детей, уже не имели попечения о внуках, они уходят, служат в церкви, работают при храме, как мы бы сказали, на самом деле не работают, а служат, потому что в храме нет возможности работать и зарабатывать какие-то огромные средства. Они именно служат, потому что для них огромная радость пребывать в храме, нести какое-то там послушание. А когда полностью освобождаются некоторые из них, уезжают в монастыри, принимают там монашество, и уже никаким образом не хотят возвращаться в свои комфортабельные, устроенные квартиры. И дети начинают к ним приезжать, они выцерковляются, и внуки приезжают, и видят, в каком благостном состоянии находятся их дедушки, бабушки, которые приняли монашество. Ну, такая традиция, она была всегда, эта традиция, она взята не из каких-то обычаев жизни, а из того духовного опыта, который человек получает, когда он пребывает в храме Божьем. Об этом говорит нам и жизнь при храме, которая была при Иерусалимском храме, при Ветхозаветном храме. Мы знаем о Анне, пророчице, дочери Фануйлевой, которая пророчествовала во время Сретения Господня. Мы знаем о Симеоне, богоприимце, которая также не отходила от храма, служа ему день и ночь, как и Анна, пророчица. То есть здесь вот те удивительные именно чувства, которые человек получает от общения с Богом, ту внутреннюю радость, то вдохновение, ту благодать, она, конечно, превосходит все то, что человек может получить в земной жизни, и поэтому человек уже не желает никуда идти. Но об этом также говорит Священное Писание. Помните, когда многие искушались о Господе, и Господь спросил учеников своих, а не хотите ли вы уйти от меня? И тогда апостол Петр сказал, Господи, куда нам от тебя идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Действительно, то, что они услышали, и то, что они увидели в очах Божественного Спасителя, конечно, ничто в округе не могло заменить, никакие земные радости. Поэтому они тоже день и ночь не отходили от Спасителя, служили ему, внимали его словам, и несли то послушание, которое Господь на них возлагал. Дальше Псалмопевец Давид продолжает. Блажен муж, ему же есть заступление, его же у тебя восхождение в сердце своим положи. Блажен муж, ему же есть заступление, его у тебя. Конечно, Господь заступник наш, Господь помощник наш во всех наших трудных обстояниях, как в жизни, так и во внутренних переживаниях, потому что Господь заступился за человека. И если бы не было этого заступничества Господа за человека, то человек не мог спастись, враг бы рода человеческого погубил его. Господь сам пришел на эту землю и пострадал ради нашего спасения. Он за нас заступился, Он открыл нам возможности вечной перспективы. Если этого не было бы, то, конечно же, невозможно было и человеку совершать свой спасительный путь. Или, как здесь Псалом Певец говорит, восхождение в сердце своим положи. То есть, восхождение к Богу, восхождение через добродетельное житие, через тот спасительный путь, который Господь показал и открыл каждому из нас. В жизни очень все сложно и непросто, и человек действительно не может по-другому спастись своими силами, потому что земля, она приобрела совершенно другое стремление после грехопадения. Псалом Певец Давид очень хорошо называет землю. «Вою долю плачевную, вместо ежеположи, ибо благословением даст законополагае». Вот здесь все связано с Господом и предыдущие, и продолжающие слова. В этой юдоле плачевной, если Господь не даст нам заступление, то и невозможно нашего восхождения. И в то же время наше восхождение, оно через юдоле плачевное, через те скорби, через те падения, через те переживания, которые каждый из нас переносит. И оно возможно, это восхождение, через то покаяние, которое каждый из нас опять-таки может принести Господу. Но оно возможно. «Вместо ежеположи». Опять, что это за место? И здесь святые отцы, конечно, очень хорошо говорят о том, что это место и нашего пребывания, и место нашего спасения через церковь Христову. «Ибо благословение даст законополагае». Господь дает благословение, дает Господь помощь, дает Господь возможность нам нашего восхождения. Опять, через что? Через тот закон, который Он положил здесь, и оставил здесь, на земле, чтобы каждый из нас имел возможность восхождения в сердце своем. «Пойдут от силы в силы явиться Бог богов в Сионе». Очень глубокие слова, которые говорит псалмопевец Давид. Опять-таки, восхождение от силы в силу в меру возраста Христова, говорит нам уже священное описание Нового Завета. И это восхождение каждый должен человек совершать на земле. На земле продолжая и в вечности. Опять-таки, для чего? Можно ведь и не жить так, можно жить по-другому, можно жить так, как живет наша земля. Но какой будет итог? Итог некой озлобленности, итог некого нежелания иметь любви к этой жизни, нежелания иметь любви к Богу, потому что человек ничего не увидит в этой юдоле плачевной, только все злое и отрицательное. А вот когда у тебя будет восхождение, положенное в сердце твоем, когда ты будешь иметь работу над собой и в этой юдоле плачевной будешь стремиться исполнять заповеди Божии, и через это будешь совершенствоваться, через это будешь приобщаться к добродетельной жизни, и твоя жизнь будет другая, потому что добродетель тебе открывает небо, потому что добродетель открывает небо и другому человеку, открывает Бога и другому человеку. Поэтому преподобный Серафим Саровский не случайно говорит каждому из нас, чтобы мы в первую очередь спасли душу свою, спаси себя сам, и около тебя спасутся тысячи. Через твое восхождение, через твое совершенство, через твое восхождение от силы в силу, в меру возраста Христова, будет, как говорит очень тонко и очень красиво, псалмопевец Давид, явиться Бог богов сегодня. То есть Господь откроется, откроется тебе, и откроется, во-первых, откроется всему миру. Человек только через добрые дела, только через совершенную жизнь для себя может открыть Бога, и через это он откроет Бога другому человеку. То есть он открывает свет, а Бог есть свет. И к этому свету, конечно, будет стремление многих и многих людей. Тогда жизнь, как бы мы сказали сегодня, наверное, она для тебя открывает вечную перспективу. Тогда у тебя открывается ясная дорога, по которой ты должен идти и стремиться к Богу, преодолевая все испытания и трудности, с которыми ты будешь сталкиваться в этой юдоле плачевной. Господи, Божий сил, услыши молитву мою, внуши Божий и Аковль. И здесь, конечно, вот на этом-то пути и нужна помощь от Господа. Господи, Божий сил, то есть тот Господь, который дает нам силу, тот Господь, который обладает силой и возможностью дать нам спасение, потому что без Бога невозможно идти спасительным путем. Какие бы мы не были хорошие, мы все равно сорвемся, все равно наша мысль будет работать неправильно. Все равно у нас не хватит того внутреннего запаса, который бы помог нам пребывать постоянно в добре. Поэтому мы просим у Господа, который является подателем этого благого, который дает силу человеку идти этим спасительным путем, мы к нему просущаемся. Услыши молитву мою, потому что без тебя, Господи, нечисто же творить и можем. Без Бога невозможно идти этим спасительным путем. Да и спастись невозможно человеку без Бога. Невозможно человеком Богу, что все возможно, говорит нам Священное Писание. Поэтому здесь такое среди пророчества, через то стремление, через ту перспективу, которая открывается человеку, приходом Христа Спасителя на землю, псалмопевец Давид как бы обрывает это все и обращается к Богу. Господи Божью силу, услыши молитву мою, внуши Божий аквальд. Именно вот среди того времени, когда человек жил среди многобожия. И это время было, конечно, опасно. Он уточняет, к какому Богу мы должны обращаться, не ища и не полагая надежду на своего вымышленного Бога или на какие-то другие силы, которые окружают тебя или которые предлагают тебе свою помощь под разным видом и соусом. Нет, ни в коем случае. Он показывает, что ты к Богу сил, к Богу обратись, который обладает этой силой, обладает этой помощью. Это Бог Иаковля, это Бог Отца нашего, праотца нашего. Поэтому здесь и псалмопевец Давид говорит, услыши молитву мою, защитничи нашу, весть Божия и призви на лице Христа твоего, причем под лицом Христа твоего понимается лицо каждого верующего христианина. Вот увидь, Господи, наше стремление, наше желание, нашу борьбу идти за тобой и трудиться ради обретения, вот, и ради обретения тебя, и ради явления твоего, как в этом мире, так и в сердце нашем, так и, если брать пророчество, псалмопевца Давида, ради явления его в этом мире. «Як лучше день един во дворях твоих паче тысяч, изволь их приметать все в дому Бога моего паче, нежи жить ими в селениях грешничих». Лучше один день, говорит, где-то вот здесь у порога твоего, Господи, храма твоего пребывать, нежели жить в селениях грешничих, в этих роскошных селениях, которые не дают тебе ничего вечного, ничего внутреннего, ничего постоянного, которые могут тебя развлекать и давать тебе только пустоту. Лучше я вот буду один день у твоего порога где-то пребывать рядом с граммом твоим и ничего не иметь в этом мире, чем обладать этим миром и лишиться твоего явления в этом, и твоего явления и в этом мире, и в моем сердце. «Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст Господи, не лиши благих, ходящих незлобием». Господь любит истину, Господь дает истину и милость только тем, кто ходит в этой жизни в незлобии, потому что Господь сам явил милость, Господь сам явил эту истину, милость через свое пришествие, через то сострадание, которое Он явил всему роду человеческому, совершив за нас свое спасение, в самом себе исцелив человека и во всей его полноте и во всей сущности и дал истинное слово, проповедь евангельская, которая обращена каждой к нам, а через это дал благодать и славу «Господи, не лиши благих, хотящих незлобий». Тот человек, который ходит незлобием, который воспитывает сердце свое в любви к ближним, который живет сам милосердием и истинной жизнью во Христе, тот, конечно, не лишит той великой благодати, которую Господь дает именно таким людям, которые пребывают в такой добродетельной жизни. «Господи Божий сил! Блажен человек, уповая на Тя!» Все в мире хорошо, но всякое упование человека на другого человека является ложным упованием. Упование человека на богатство является неспасительным упованием. И только блажен человек, который уповает на Господа. Господь никогда никого не оставит. Господь никогда никому не изменит. Господь всегда пребывает в любви человека. И какими бы мы были нехорошими, и какими бы мы были недостойными, если мы приносим покаяние Богу, то Господь вновь нас соделает своими чадами, потому что Его любовь превозмогает, превосходит всякий грех человеческий. Поэтому вот здесь Господь-то и нас призывает с вами жить в незлобе. Почему? Потому что Бог уже простил человека, а мы не можем простить человека. И поэтому мы согрешаем против Господа. Но всякий человек, уповающий на Бога, он и получает исправление пути в своей жизни, и он получает, конечно же, прощение от Господа. И Господь дает ему благодать, и дает ему силы, и возвращает ему собственное усыновление. Поэтому здесь опять-таки Господи Божий сил. Господь в силах, Господь обладает той силой, Господь обладает той возможностью, чтобы сделать человека блаженным, то есть счастливым, потому что такой человек, он должен иметь упование на Господа, и через это он, конечно, и получает это блаженство, и получает это счастье. Вот такой глубокий пророческий псалом о всех нас, дорогие братья и сестры. О наших, может быть, и падениях, и взлетах, но самое главное, Господь показывает тот путь, по которому мы должны идти, и где мы должны искать подлинное счастье, полноту и явление Бога, это, конечно, через храм Божий. Храни вас всех, Господь, и Бог даст. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok